Оперативниками уголовного розыска и подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Красногвардейского района задокументирована противоправная деятельность 57-летнего ранее судимого местного жителя. В ходе обысковых мероприятий в жилом домовладении данного гражданина были обнаружены в каждой комнате жилого дома наркотические средства. Как выяснилось, в железной бочке хозяин домовладения прятал мешок с частями наркосодержащей конопли. Эксперты провели необходимые исследования и выяснили, что общий вес изъятого составил более 2 килограммов 300 граммов. В отношении фигуранта следствием отдела МВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России. Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств в крупном размере. Кроме этого, стражи правопорядка проверяют подозреваемого и на причастность к совершению других противоправных деяний. Тахтамукайским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Краснодарского края. Он признан виновным в совершении мошеннических действий. Основанием для принятия процессуального решения послужило обращение в полицию 76-летней местной жительницы. Тогда пенсионерка сообщила стражам правопорядка, что у нее обманом похитили сбережения. Оперативники выяснили, что в ходе уличной беседы подозреваемый вошел в доверие к пожилой женщине и расположил ее к общению. Представившись приезжим из ближнего зарубежья, он попросил на определенных условиях воспользоваться ее банковским счетом для перечисления иными лицами ему средств для приобретения жилья. Пенсионерка согласилась помочь незнакомцу. Поскольку обозначенная сумма облагалась налогом, аферист попросил хозяйку на некоторое время снять со счета все деньги. После осуществления этой операции мошенник воспользовался моментом и подменил настоящие билеты Банка России на сувенирные бумажки с надписью «Билет Банка Приколов». Сумма ущерба составила 330 тысяч рублей. Рассмотрев все собранные доказательства с учетом полного возмещения материального ущерба потерпевшей, Тахтамукайский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 110 тысяч рублей. Продолжение следует...